Друзья, добрый день, меня зовут Алексей Коваль и сегодня мы поговорим про достаточно распространенную ошибку, которую девушка делает на первом свидании. Первое свидание, вы приехали, мужчина хочет видеть в вас улыбку, он хочет зарядиться вашей энергией, вашей женственностью, вашей веселостью. Вместо этого вы говорите ему, я хочу, чтобы ты знал, у меня есть ребенок. Что вы хотите от него услышать в ответ? Вы хотите его просто проинформировать, но это не тема первых свиданий. Первое свидание, это даже первое свидание, это просто воздавание человека, образа жизни, образа мысли, это веселое провеждение времени. Это не время для подобных разговоров, тем более, когда вы говорите это, я хочу, чтобы ты знал, то это вообще звучит как угроза. И мужчина не понимает, как на это реагировать, ему встать, выйти, или ему сказать, ну ничего, все нормально. Смысл этого заявления на первых свиданиях. Если вам уже ужасно хочется сказать ему это, скажите как-то по-другому. Например, я с сыном была в горах в прошлом году, скажите, я с дочерью была на море в прошлом году. Обозначьте, что вы не одни, что у вас есть дети. Если вам очень хочется сделать это на первом свидании, но я повторюсь, это абсолютно не тема первого свидания, потому что первое свидание, первые свидания, они вообще для другого. Никто свою душу не откроет на первом свидании, из мужчин, по крайней мере. Да, женщинам хочется все распланировать. Хочется сказать так, через три недели у нас свадьба, через четыре мы едем в круиз, через пять недель у нас венчание. Вы хотите, чтобы все знать точно, когда у вас будет с этим человеком секс, когда у вас будет брак, когда ваши дети познакомятся, когда они назовут его папой. Но этого не будет, априори этого не будет, и так не так строятся эти отношения, потому что встреча другого мужчины с вашим ребенком надо готовить и ребенка, и мужчину, и вас. Потому что есть масса нюансов, в зависимости от того, есть у ребенка еще один отец или нет, общаются они или нет. Как ребенок воспринимает вообще других мужчин рядом с мамой? Насколько он открыт, насколько он был травмирован после вашего развода, знает ли он своего папу вообще? То есть надо готовить к этой встрече всех. Это не просто так, что да, у меня есть канарейка, когда ты у меня будешь дома, я тебе ее с удовольствием покажу. Это ребенок. И как бы вам не казалось, что все легко, вот новый мужчина, вы с ним познакомите своего ребенка, и все будет хорошо. Чтобы все было хорошо, необходима тщательная подготовка. И ребенка, и мужчины, и вас. И в этих отношениях есть очень много нюансов. И чтобы не травмировать ребенка, не разрушать свою, так сказать, потенциально новую семью, это всего лишь первое свидание. Но ни о чем не говорит. Это просто информационное знакомство и веселое времяпровождение. Я повторюсь, это не гарантия того, что вы через 2 недели выйдете замуж, и через 3 выйдете в Крыс, и через 5 вы выйдете, там, повенчаетесь, и вы пойдете в совместный бизнес откроете. Так жизнь не распланируешь. Но многим женщинам этого хочется. Я вас понимаю, вы хотите уверенности, но это не то время, когда надо уже так жестко планировать вашу всю дальнейшую жизнь. Мужчина к этому может быть не готов абсолютно. Мужчина может к другой целию прийти на свидание. А мы знаем, с какой целью мужчины ходят на первое свидание. Конечно, заняться сексом. Поэтому здесь необходимо очень постараться ему и вам, чтобы было совместное желание после этого первого свидания встретиться еще раз, чтобы было желание проводить вам вдвоем время, чтобы возникало это желание, чтобы был взаимный интерес, а не только как бы мужчин секса у вас там выйти замуж, допустим, или что-то прочее. И мы сейчас не будем говорить об этом. Поэтому у каждого на первом свидании интерес свой. И не надо мужчину так пугать на первом свидании, потому что эта информация ему все равно на первом свидании не нужна. Он воспримет это только как угрозу. Это мгновенно ухудшит ваши отношения. Ухудшит до того, что он поймет, что вы ищете только папу, что вы хотите только замуж, что вы ставите условия для того, чтобы он имел в виду, что никакого секса не будет, если это на одну ночь. А он вам никогда не скажет, что это одну ночь, потому что он сразу понимает, что тогда точно никакого секса не будет, если он скажет вам, что это на одну ночь, я хочу с тобой заняться сексом. Вы должны это изначально понимать, для чего мужчина ходит на первое свидание. Поэтому, девушки, не ставьте ультиматумы. Просто внимательно посмотрите на этого человека на первом, втором, третьем, пятом свидании. Просто познакомьтесь, просто подружитесь. Найдите какие-то общие знакомые, общие темы, общие интересы. Для этого нужны эти первые свидания, а не для того, чтобы как бы ставить его в рамки и давать ему свой план на жизнь. Он на этот план все равно вряд ли согласится, потому что, ну, если вы приходите на первое свидание, мы говорим, так, у нас свадьба через три недели, ты в каком будешь костюме. Поэтому любой мужчина после такой информации скажет, я на одну минутку, мне только воды попить и больше вы его не увидите. В хорошем смысле этого слова. Я сейчас немного утрирую, но вы должны понимать, для чего нужны свидания. Особенно первое. Всем хорошего дня. Ваш психолог Алексей Коваль.